Несмотря на то, что в областном центре появляются новые спортивные площадки, проблема для активного досуга стоит остро. Во всех районах найдется немало школьных стадионов, которые приходят в упадок. О причинах такого положения дел, а также о том, какие шаги можно предпринять для улучшения ситуации, вы узнаете с первого материала выпуска. Вот такую картину можно наблюдать на многих школьных стадионах областного центра. Спортивные объекты, возведенные в 80-е, уже давно устарели. Не только физически, но и морально. Шансов на тотальное обновление в ближайшей перспективе у них нет, так как в городском бюджете средства на это не предусмотрены. Пока у нас нет программ по реконструкции школьных стадионов. Почему? Потому что проект сделать, это речь идет о нескольких сотен тысяч рублей. А вот уже реконструировать сам школьный стадион, сами работы, это уже восьмизначные суммы. Это и 11, и 18 миллионов называются, ну, в зависимости от объемов работы. А этот стадион в Мигалово все больше напоминает поле для выпаса коров, ну или выгула собак. Когда-то полноценной шириной гаревой дорожка активно зарастает. Ее уже давно впору называть тропинкой, на которой удобно заниматься разве что скандинавской ходьбой. В справедливости ради стоит отметить, что объект официально не носит статус школьного. Однако, тем не менее, он имеет для нас огромное значение, отмечает директор Марина Чижова. Та же сдача норм ГТО в летнее время и в зимнее время на лыжах мы постоянно выходим на этот стадион. Потому что лыжная подготовка подразумевает достаточно большие площади. Три километра, сошеклассники там бегают, да. Потому что есть возможность такая, конечно, чтобы не искать, вокруг школы не бегать, естественно, на тот стадион выходим. Выход – вхождение в программы по софинансированию и получение грантов, отмечает Дмитрий Нечаев. Здесь большую роль могут сыграть депутаты всех уровней. В Заволжском районе уже есть положительные примеры такой работы. С депутатами городской думы Ануфрием и депутатом законодательного собрания Лебедевым Олегом Стариславовичем мы сделали на набережной Тверцы возле школы Парусной. И вот здесь сделали несколько площадок, где вот как раз такой минимальный набор тренажеров есть. То есть это брусья, это шагоходы так называемые, это кольца, перекладины. Это уже неплохой результат, говорит Дмитрий Нечаев. Ведь такие объекты может посещать каждый, в отличие от спортзалов и стадионов, где теперь все за деньги. И именно на таких площадках, при дворах или школах впервые проявляется талант многих звезд большого спорта. Более мать!